Геофизики увидели приливные деформации породы с помощью сейсмических волн. Физико-геология физики смогли 14-48 апреля 2019 сложность 5.5. Геофизики увидели приливные деформации породы с помощью сейсмических волн. Кристофсен Сконфилда, Амперсанд, Том Юйонфилд, Физикал Ревью Леттерс, 2019. 19. Геофизики из Германии придумали способ, с помощью которого можно точно измерять колебания скорости сейсмических волн, связанные с деформациями породы. В частности, ученым удалось соотнести колебания скорости с приливными силами. При этом ученые не создавали сейсмические волны искусственно и полагались на данные только одной сейсмологической станции. Статья опубликована в Physical Review Letters. Кратко о ней сообщает. Как правило, геологические породы неоднородные, а потому их эластические свойства существенно зависят от величины приложенной силы. Теоретически это позволяет оценить напряженность породы с помощью сейсмических волн, скорость которых напрямую связана с эластическими свойствами породы. Такие оценки необходимы при разработке шахт и строительстве, кроме того, с их помощью можно наблюдать за геологическими процессами в окрестностях вулканов и геологических разломов. К сожалению, установить, как скорость сейсмических волн связанной с напряженностью конкретной породы, очень сложно. Конечно, такую зависимость можно получить в лаборатории, точно контролируя состав и напряженность породы, однако перенести этот результат на реальные системы, состав которых неизвестен, а сила воздействия неконтролируема, практически невозможна из-за высокой погрешности данных. Поэтому ученым приходится разрабатывать альтернативные методы, с помощью которых эластические свойства породы можно измерить непосредственно. В основном, такие методы делятся на две группы. С одной стороны, можно устроить контролируемый взрыв и измерить параметры родившихся сейсмических волн. Этот метод позволяет получить довольно точные результаты, однако из-за высокой стоимости и сложности ученые редко к нему прибегают. С другой стороны, можно отслеживать природные события и корреляции между деформациями пород и природным шумом с помощью тысяч сейсмологических станций, расположенных по всему миру. Этот способ сравнительно дешев, однако его точность не позволяет сделать каких-либо значимых заключений. До сих пор ученым удавалось, в лучшем случае, различить периоды повышенной и пониженной напряженности пород, связанные с приливными силами, то есть притяжением Луны. Геофизики Кристофф Сенс и Шонфельдер Кристофф Сенс и Сконфельдер И Том Ойленфельд Том Юлнфельд Придумали, как измерить эластические свойства породы точно, быстро и дешево. Ученые использовали автокорреляционную технику, чтобы получить эхоимпульсную корреляционную функцию Другими словами, физики записывали сейсмический сигнал одной единственной станции и искали в нем следы сейсмических волн, которые прошли через детектор, отразились от породы и вернулись к нему обратно. Для наблюдений ученые выбрали станцию Потачи, которая находится в пустыне Атакама в северной части Чили. Эта станция отслеживает изменения скорости сейсмических волн, связанные как с землетрясениями, так и с тепловыми деформациями окружающих ее пород. В основном порода в окрестностях станции представляет собой гипсобетонную матрицу, Чепкрит, в которую включены многочисленные обломки эвапоритов, гипса или галита. Физики собирали данные равно 12 лет, с 1 января 2007 года и по 31 декабря 2018 года. Относительная погрешность измерений при этом не превышала 0,001%. Фотографии породы из окрестностей сейсмологической станции. Кристофсен Сконфилдер, Амперсанд, Том Юйонфилд, Физикал Ревью Леттерс, 2019 поделиться. Анализируя собранные данные, исследователи обнаружили, что скорость сейсмических волн периодически колеблется, причем колебания разбиваются на сумму колебаний с разной амплитудой и периодом. Период наиболее заметных колебаний, амплитудой около 1%, примерно равен году. Ученые связывают эти колебания с сезонным нагреванием и охлаждением пород. Кроме того, на периодический сигнал иногда накладываются всплески от сильных землетрясений и последующих авторшоков. Колебания скорости сейсмических волн в течение всего периода наблюдений и короткого периода, выделенного красной рамкой 2019 поделиться. При более пристальном рассмотрении ученые также обнаружили колебания, скоррелированные с теоретически рассчитанным напряжением от приливных деформаций геологических пород. Период таких колебаний составил 12 часов 25 минут и 12 часов 39 минут. Первый период в точности совпадает с периодом, в течение которого Земля поворачивается к Луне противоположной стороной, 12 часов плюс 12 часов слеж 27 суток. Более длинные колебания учитывают небольшое отклонение орбиты Луны от идеальной эллиптической. Кроме того, исследователи заметили еще несколько колебаний, периоды и амплитуды которых были скоррелированы с приливными силами Луны и Солнца. Впрочем, помимо приливных колебаний скорости ученые зафиксировали множество колебаний с периода Маккала и Суток, которые не были связаны с приливными силами, но имели сравнимую амплитуду. Эти колебания физики связывают с деформациями пород, которые вызывают перепады температуры в течение дня. Спектр колебаний скорости, синий, и напряжений, связанных с приливными деформациями, оранжевой. Картинка. Пи. Более подробно описывает промежуток в окрестности частоты, отвечающий 12-часовым колебаниям. Кристофсен Сконфилда. Амперсанд. Том Юнфилд. Физикал ревью леттарс. 2019 поделиться. Более подробное изображение спектров в окрестности частот, отвечающих 12-часовым колебаниям. Кристофсен Сконфилда. Амперсанд. Том Юнфилд. Физикал ревью леттарс. 2019 поделиться. Корреляция между колебаниями скорости и приливными деформациями породы, отмечена линией. Точки, которые не попали на линию, но не принадлежат общей куче, отвечают предполагаемым резонансом между приливными силами Луны и Солнца. Остальные точки отвечают суточным температурным колебаниям. Кристофсен Сконфилда. Амперсанд. Том Юнфилд. Физикал ревью леттарс. 2019 поделиться. Авторы статьи подчеркивают высокую точность своего метода и надеются, что в будущем его будут использовать в более практических задачах. В частности, физики предлагают исследовать с его помощью состав пород, залегающих под поверхностью Марса. Несмотря на то, что приливные силы Луны сравнительно невелики, они вызывают ряд интересных эффектов, помимо приливов, очевидно. Например, в 2014 году американские климатологи с помощью спутников обнаружили колебания атмосферного давления, связанные с лунной гравитацией. Когда Луна находится у вас над головой или прямо под ногами, атмосферное давление повышается. Более того, два года спустя ученые показали, что от этих колебаний зависит уровень осадков в тропиках. В 2016 году японские сейсмологи показали, что приливные силы могут быть связаны с катастрофическими землетрясениями. Наиболее сильные и разрушительные землетрясения происходят во время полнолуния и новолуния. Для этого ученые проанализировали данные о 10 тысячах землетрясениях, произошедших за последние 20 лет. А в 2017 году физики использовали приливные силы для проверки теории, которая могла бы объединить стандартную модель и общую теорию относительности. Если бы эта модель была верна, лунная гравитация нарушала бы Лоренцин вариантность уравнения движения. Дмитрий Трунин Продолжение следует...